Всем привет! Сегодня будет очень полезный, правильный, самый что ни на есть зожный рецепт пудинг из чья. Пудинг из чья, ну кто не знает, это такие семена, которые содержат в 100 граммах продукта омега-3 20%, омега-6 6%, белок 20% и клетчатки 31%. Это одно из самых полезных, наряду с киноа, кстати, который вы недолюбливаете. Я ничего не рекламирую, в смысле чья не рекламирую, поэтому я пакетик здесь придержу. Пудинг я буду делать на кокосовом молоке. Вы можете делать его на фундучном молоке, миндальном, кедровом, на коровьем, на каком угодно. Так как этот десерт постный и правильный по всем позициям, я должен сделать молоко из кокоса. Это не такая простая штука, разломался у меня, кокосик лопнул. Там воды не очень много, поэтому подложи в полотенце. Значит, кокос. Кокос сезонный продукт, особенно вот такой вот, поэтому можно брать в отсутствие кокосов любые орехи и перемалывать их с водой, превращая в молоко. Но когда есть кокос, почему бы не заморочиться и не раздолбать его. Нужно снять вот эту верхнюю пленку. Конечно, такой процесс грязный, мусорный. Смотрите, а под ним вот эта мякоть, яичко. Серое яичко. Нужно постараться разбить кокос так, чтобы само яичко, внутренняя мякоть, не лопнуло. Тогда его будет легче очищать. Вот так выглядит кокос внутри. Кокосовое молоко это что? Это не то, что находится у него внутри, как у коровки. Вы думаете, подоили кокосы и получили кокосовое молоко? Нет. Кокосовое молоко это мякоть кокоса, пробитая с водой в блендере. Теперь нужно кокос почистить, как картошку. Берем овощечистку и очищаем вот эту коричневую кожуру. Потому что если вы будете пробивать вместе с ней, то у вас будет молоко не белого цвета, а такого серого, с скраплениями какого-то мусора. Вот этот мусор и есть. Причем он не пробивается так мелко, как сама мякоть кокоса. Вам все время будет казаться, как будто что у вас во рту мешает. Так же, как ужасным образом, многие коктейльные бары, я имею в виду во всевозможных торговых центрах, чтобы сделать молочный коктейль с ванильным вкусом, берут и отправляют в блендер целый стручок ванили. Мы же все знаем, что кожура у ванильного стручка имеет достаточное количество дубильных веществ, и она вяжет, грубо говоря. И поэтому, помимо того, что у вас в коктейле мусор, так у вас постоянно, если попадает кожура на зубы, ты думаешь, что такое во рту вяжет? Почему не заменить ванильные эссенции, которые стоят гораздо дешевле? Так и здесь. Никакого мусора у нас не должно быть. Вот. Очищенный кокос выглядит вот так. Теперь берем блендер. И просто-напросто мякоть кокоса, она прекрасна. А фиг там. В общем, мякоть кокоса нужно нарезать, я ее лучше на досточке. Режем. Для того, чтобы блендеру было легче ее пробивать. Сама мякоть кокоса довольно жирная такая. Из нее давят масло. Сначала подсушивают, потом давят масло. Иначе воды будет в масле много, сложно его будет отфильтровывать. Также кокос можно натереть, обжарить слегка, использовать в десертах. Я вас уверяю, если вам удастся где-то вот заполучить вот такой обычный, я говорю, вот эти кокосы, они очень дешевые в магазинах, потому что там воды нету. Их берут ради мякоти. Я их покупаю по 100 рублей килограмм. Дешевле, не знаю, чем само чия. Так, на один кокос я сейчас буду наливать какое-то количество воды. Вот смотрите. Я буду это делать на глаз по своим ощущениям. Ну, во-первых, мне нужно из всего этого один стакан кокосового молока. Но так как у меня кокос целый, поэтому я сюда вливаю один стакан молока и еще один стакан молока. Ой, в смысле воды. Это получится у меня молоко. Наливаю я сюда в воду. Смотрите, для того, чтобы молоко стало более вкусным, можно сюда добавить сахар. Если вы противник сахара, то можно будет в конце потом добавить мед. Но я не противник сахара, поэтому добавляю немножко сюда сахара, для того, чтобы молоко само по себе было вкусным позже, когда оно будет готово. Пока кокос с водой превращается в молоко, я нарежу фрукты для нашего десерта. Для того, чтобы любые орехи хорошенечко превратились в молоко, их нужно довольно долго взбивать. Но я вас уверяю, не больше пяти минут. Результат будет потрясающим. Так, сюда мне понадобится медок. О, нет, давайте липовый. Вкусный, красивый. Смотрите, какой. О, светится. Медок. Я добавлю к нарезанным фруктам. Фрукты могут быть любые. Совершенно любые, при любые. Вы можете добавить яблоки, груши. У кого есть возможность купить манго, добавьте манго. Ананас. В общем, все зависит от ваших потребностей, возможностей и от того, что есть на рынке. На рынке, я имею в виду, не на колхозном рынке, а на рынке, в смысле, в вашем городе. Вообще, если есть такие штуки, конечно же, покупайте и с удовольствием используйте. Я всегда показываю вам основу рецепта. Идею, так сказать. А дальше вы всегда можете переработать ее под свой вкус. И сделать так, чтобы вам было комфортно. И самое главное, вкусно. Смотрите, сахар. Ну, то есть мед, который заменяет нам сахар, вот в случае с фруктами. Он так же, как и обычный сахар, сейчас заставит влагу начать выходить из фруктов. Пусть это происходит само по себе. Самое главное, нужно запомнить пропорцию, в которой получается самый идеальный пудинг. 3 столовые ложки чия на 1 стакан молока. Попробуйте сделать так. Если вы поймете, что вам жидко или густо, то можете немного поварьировать с весами. Обязательно молоко нужно перемешать, потому что отделяется мягкая фракция, всплывает сверху, образуя плотную пену. Я бы даже сказал, такой плотный слой. Видите, белоснежное кокосовое молоко получилось. Значит, граммов 300 примерно у меня уходит на этот объем. Теперь я все это тщательно перемешиваю. Чия имеют свойство жилировать продукт. То есть, в итоге у нас получится что-то, какое-то подобие желе. Понятно, что это будет не желатиновый такой пудинг, который как резинка качается. Но это вот чия связывает всю жидкость, превращая все это вместе в пудинг такой. В общем, как только я перемешал чия с кокосовым молоком, в идеале его нужно оставить, конечно, на ночь, но мы же торопимся, поэтому 20 минут хватит для того, чтобы он постоял в холодильнике и впитал в себя всю жидкость, тем самым заполнив весь объем, который мы ему позволили заполнить. Прошло 20 минут. Видите, она вот такая масса, желейная получается. Перекладываем в красивую емкость. Вообще, чия относится к суперфудам. Кто не знает, это очень полезные ингредиенты, как правило, какие-то такие растительного происхождения. кинуа, чия, всевозможные витаминные фрукты, натурпродукты, на которые обращают внимание люди, следящие за здоровым образом жизни. И ингредиенты, которые имеют большое количество витаминов, аминокислот, белка, клетчатки и так далее. У меня жена что делает? Она с утреца встает, запаривает, пока там зубы чистит, раскладывает все это по одноразовым контейнерам или можно в пластиковые контейнеры. Насыпает различное, что может быть? Кедровые орехи и грецкие, и миндаль рубленый, и жареный, и не жареный. Фрукты, которые только есть, все порубила, закинула, сверху можно медом залить или может быть каким-нибудь сиропом сладким. Если вы сахар не едите, соответственно, это обязательно мед. Или можно внутрь фиников накидать. Они очень-очень сладкие и вообще не требуют никакого дополнительного подслащивания. И сюда сверху, это сейчас показываю, как для гостей нужно подавать. Здесь у нас хурма со сливой и мед. Очень вкусно пахнет. Смотрите, раскладываем так плотничком, чтобы было много фруктов и обязательно тут образовался сиропчик. Оп! Прям поливаем сиропом, потому что сироп очень вкусный. Получается вот такой вот очень полезный, приполезный десерт, который можно взять с собой на работу, на обучение, в институт, на рисование. Ну, в общем, кто какими хобби занимается. вот так он выглядит. Конечно, нужно непременно его украсить мятой, если это у нас все в рамках дома. Если берете с собой на работу, можно, кстати, мятой порубить мелко и внутрь, прямо вот сюда в молочную массу отправить. Я, в общем, к чему это? К тому, что следите за своим образом жизни, старайтесь следить за своим телом, которое непременно вам отплатит здоровьем и красотой. Используйте здоровые для организма продукты и живите счастливо. Приятного аппетита, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok